Итак, Центр права и свободы граждан Туркменистана. В Туркменистане все институции вплоть до выборов президента носят бутафорский характер. Достаточно обратить внимание на одежду и распределение депутатов по рядам зала, которые рассажены по возрасту и полу, с флагами, дежурными улыбками и очевидность подбора депутатов в соответствии с требованиями фейс-контроля. Берда Мухаммедову-старшему, бывшему президенту Туркменистана, можно фактически все в противоречии конституционных норм провести избрать президента в течение одного месяца и устроить транзит власти своему сыну. В настоящее время вся эта манипуляция с передачей власти обернулась двоевластием в силу неподготовленности и неспособности сына-тирана управлять страной. Кроме прочего, это безнаказанно обернулось двукратными изменениями в конституции страны в течение двух лет. 26 марта 2023 года в Туркменистане состоялись всеобщие выборы депутатов в парламент страны Меджлис, который теперь, как сказал старший диктатор Курбан Кулиберда Мухаммедов, будет действовать в качестве единственного органа государственной власти, принимающего законы. Ранее такое право было распределено между Верхней и Нижней палатой национального собрания. После реформы, принятой старшим диктатором Курбан Кулиберда Мухаммедовым, в Туркменистане опять действует однопалатный парламент. При этом сын Курбан Кулиберда Мухаммедова является президентом Туркменистана, а его отец возглавляет парламент страны. На самом деле никакого реального действующего парламента в стране нет. Никто из депутатов не имеет своего мнения. Они не то, что высказывать ничего не могут, они даже смотреть должны всегда радостно и счастливо, выкрикивая как мантру хвалу диктатору. Только если раньше депутаты воспевали отца, то сегодня весь народ вместе с депутатами воспевают и отца, и сына. Все, что говорит и декларирует диктатор на международной арене о движении Туркменистана к демократическому обществу, все вранье и лицемерие. Народ голодает и бежит из страны. Депутаты представлены как ширма для прикрытия именно для вас, дорогой международное сообщество. Все, что делается в стране, это притеснение и рабство. Страна захвачена кланом семейства диктаторов Бердемухамедова. Их цель – вести торговлю и разбазаривать природные ресурсы страны. Бердемухамедов единолично принимает решения, которые впоследствии убивают своих людей, как, например, принятие радиоактивных отходов и хранение в Туркменистане, так и непризнание ковида, пандемии, которая охватила весь мир, вследствие чего погибло в стране более 500 тысяч человек. Никакие депутаты, никакой народ противостоять безумию диктаторов не может. Рекомендации. Туркменистан должен вести диалог через механизмы ОБСЕ с правозащитными организациями, находящиеся за рубежом. ОБСЕ ведет совместные проекты с Туркменистаном и обязан обязать Туркменистан предоставить возможность независимым СМИ работать внутри страны.